Для любителей свитеров с косами и джемперов с большими косами предлагаю нестандартный подход. Связать на вязальной машине имитацию перевитий. В отличие от обычного вязания, этот способ позволяет получать косы любой ширины, хоть во всю машину и при этом без жесткого стягивания полотна. Что важно, ширина косы не зависит от плотности вязания и толщины пряжи. Это ее также отличает от косы обыкновенной. Для вязания потребуется всего два декера на одну и на две иглы. Мой раппорт состоит из 7 петель, но количество петель может быть и больше. Пересадка выполняется каждые два ряда со сдвигом на одну петлю. Делаем расстановку игл. 6 игл в рабочем положении, одна в заднем нерабочем положении остается на протяжении всего вязания. При желании, если не лень или есть вторая фантура, дорожку из протяжек можно заменить на лицевые петли. Узор формируется за счет перевития всего трех петель. Две петли и одна петля. Меняем их местами. Сначала переносим две петли, сверху одну петлю. Если делать наоборот, узор будет не столь объемным. Эту пересадку повторяем на всех петлях ряда. Провязываем два ряда и повторяем эту операцию со сдвигом на одну петлю. Дойдя до правого края раппорта, через 8 рядов начинаем снова с левых петель, то есть с первого ряда раппорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...